Представители, командир батальона имени шейха Мансура. Можно вас представиться? Муслим Чуберлоевский, командир чеченского батальона. Командир чеченского батальона, который воюет, собственно говоря, сегодня за Украину. Я хотел вас спросить, почему сегодня чеченцы воюют за Украину? Чеченцы воюют с Россией уже с 1991 года, отстаивая свою независимость, свой суверенитет, так как после развала Советского Союза мы тоже объявили свой суверенитет и независимость. С того времени у нас практически не перестают боевые действия с Россией. Но при первую войну, как всем нам известно, мы выиграли у России, это 1994, 2005, 2006 года. После России по команде Путина ФСБшники взорвали собственные дома, обвинили нас, чеченцев, хотя были договоренности, перемирия, признания друг друга. По команде Путина провели вот эти теракты, обвинили нас, чеченцев, и началась вторая война. В второй войне, ну, 90% можно сказать, Чечня оккупирована врагом, нашим активной такой фазы у нас сейчас нету, она как бы с 2006-2007 года, как бы немножко стихла, так как мы понесли большие потери. Но мы не перестали сопротивлению, партизанские действия у нас, можно сказать, продолжаются по сей день. Поэтому те люди, которые по разным причинам оказавшие за пределами, в 2014 году, когда здесь началась война, мы присоединились, объединили наше подразделение, создали первый раз мы батальон Джохара Дудаева, второе подразделение у нас батальон Шаиха Мансура. И с того времени воеваем против нашего общего врага. Хотел спросить вас, вот вы видели Чеченскую войну, прошли ее, я так понимаю, что общего между Чеченской войной и той войной, которую сейчас Путин ведет в Украине? Общее, но как Россия нападает, как на нас напала, так на Грузию напала, так и здесь. Здесь различий никакого нет. Они нападают, когда у них чуть-чуть силы собираются, чувствуют себя немножко уверенными, они сразу и нападают. Скажите, пожалуйста, а вот такой вопрос. Может ли подняться Ичкерия и возобновить свою борьбу за независимость? Ичкерия этому всегда готова, но никакой помощи, ни от какой страны в каком-то государственном масштабе нет у нас. Все, Чечня исчерпала все, что у него есть. Чеченская республика Ичкерия. У нас погибли четыре президента, все полевые командиры практически, все депутаты, Немножко, несколько человек, которые остались, они находятся за пределами в Европе. И весь такой боевой состав у нас уже погибли. Но, тем не менее, мы не сдались, ни грамма не отступили. Товременно силы у нас иссякли. Мы последние эти годы ведем подготовку. Была бы какая-то помощь, активизация пошла бы. Но помощи ниоткуда нету, так как все считали до сих пор, Чечня это как бы внутреннее дело России, или там Чечня и Кавказ, там и Россия, там пусть они сами разберутся. Ну, все так бы со стороны смотрели. Хотя наш первый президент Чехар Дудаев в свое время еще в первую войну говорил, что на Чечне оно не остановится. Будет Грузия, будет Крым, будет Украина. И он перечислял. Это мы сегодня видим через 20 лет. Режим Кадырова на сегодняшний день в Чечне охраняет 100 тысяч русских солдат. Поэтому мирные люди без ничего в руках. Желание есть, но возможности нет. Понятно. Вы упомянули Кадырова. У нас активно Кадыров записывает разнообразные обращения, угрозы Украине, украинцам. Как бы вы на это отреагировали, и как бы вы посоветовали украинцам реагировать на все эти угрозы и заявления? Вообще не надо на это обращать внимание. Его раздули, его там начали из него что-то делать. Что может угрожать кому-то, человек, который предавший свою родину, свою нацию, свою религию, свою историю? Ну что он может сделать? У него была возможность сделать это против Путина, против России, который 300 тысяч чеченцев положил из-за своих политических амбиций. И он продался ему, и еще он кому-то угрожает, кому-то что-то рассказывает. Он предатель, пехотинец Путина. Что с ним говорить? Как с любым русским солдатом, вот так с ними надо и обращаться, и поступать. То есть это такой же надутый мыльный пузырь, как и вся российская армия. Мы увидели, что российская армия это такой мыльный пузырь. Абсолютно верно. Часто, ну вот мы это сам Кадыров, а Кадыровцы. Потому что пугают, что вот отряды Кадыровцев. И мы, кстати, обращаемся к людям и говорим, что Кадыровцы это коллаборанты, чтобы не называли этих людей чеченцами. Вот хотелось вас услышать еще о них. Ну, мы во всех передачах, сегодня тоже мы с передовой пришли сюда по своим некоторым другим вопросам и с вами встретиться. Спасибо. Именно, чтобы уточнить этот момент. Некоторые люди, может, по незнанию, может, по забывчивости, говорят в каких-то передачах, там, чеченцы напали на Украину, чеченцы воюют с Украиной. Чеченцы никогда не нападали на Украину. У чеченцев никогда никаких спорных вопросов не было ни по политическому, ни по религиозному, ни по каким-то экономическим вопросам с Украиной. Все время были дружеские отношения. Мы помним там Голодомор 30-е, 30-е годы. Мы это все помним нам, потому что рассказывали наши предки, наши старики. Поэтому с Украиной у нас все время были хорошие отношения. И поэтому мы и находимся здесь. И говорим этим людям, чтобы вещи они назывались своими именами. Кадыровцы, они есть кадыровцы, пехотинцы Путина. Все, чеченцам они, большому сожалению, да, они выходцы из Чечни, чеченоговорящие, но не чистокровные чеченцы. Потому что чистокровный чеченец никогда в жизни не скажет, что он пехотинец Путина.